Двигатель 0,8 бензиновый, 51 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач, передний привод, машина 2011 года выпуска, фото салона, форсунки омывателей и щетки. Еще немного индивидуальных штрихов. Изменения достаточно банальные, но полностью меняющие вид анфас. На фото процесс работы и законченный вид, плюс фото фар ночью. Материалы. Черная глянцевая пленка на 4 руб. Грунт аэрозольный, был. Краска аэрозольная. Новый пол багажника. Акустическая полка. Всем известно, что аудиоподготовка МТИЗа оставляет желать лучшего. Мириться с этим или нет, дело личное, но мне это не по душе. Поэтому решено заняться улучшением аудиосистемы. На замену заводским блинам идут Соникс С-GTF 6938, 3x-полосные коаксиальные 15х23 см. Увы, но в штатное место не поместится и половина нового динамика. Почитав различные статьи на эту тему, я решил изготовить акустическую полку под новые блины. Для начала была куплена фанера 13 мм, карпет для обшивки и различные мелочи для сборки. Далее изготовлен шаблон из картона, сделанный по примеру заводской пластиковой полки. Шаблон пришлось немного подогнать, приложив на место в машине. После того, как я убедился в правильности формы, контур был перенесен на фанеру. Также отмечены отверстия под динамики и контуры подиумов. Соникс С-GTF 69, 3x-полосные коакси. После некоторых раздумий были выбраны компонентные JBL66C. Также приобрел кольца проставки. Мой небольшой проект по улучшению звука близится к завершению. Сегодня осуществились замыслы по шумо-вибротеплоизоляции всех дверей и установке компонентной акустики на фронт. Новая решетка радиатора. Наконец-то помыли матиза и поставили новые колпаки. Собственно, дальше только фотографии. Текущий ремонт ходовки, новые реле поворотов, защита картера. Из всего перечисленного установил сам только реле поворотников. С моими габаритами было весьма сложно подлезть под торпеду, но дело было сделано минут за пять. Как ни странно, старое реле было в Азовском. Привет прошлому владельцу. Иногда поворотники и аварийка залипали. Надеюсь, что с новым оригинальным GM-овским реле все будет в порядке. Также успел сделать геометрию, которая выявила несколько проблем и, соответственно, решила их. Замена прокладки клапанной крышки, регулировка клапанов, чистка дроссельного узла, замена свечных проводов, самодиагностика. Найдены две ошибки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...